Новосибирская область вошла в число лидеров по итогам проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024». На Сахалине завершились соревнования среди разработчиков и операторов дронов, и наши земляки в числе первых во многих номинациях. Среди них студенты новосибирских университетов, которые активно развивают новые направления обучения. Сергей Толмачев о том, какие именно. На футбольном поле рядом с университетом телекоммуникации и информатики учебные запуски дронов разных форматов. Такие тренировки, а еще постоянные доработки коптеров и помогли успешно выступить на Сахалине. Третье место мы получили за соревнования в симуляторной части, где я в личном зачете, а также в командном зачете мы участвовали, получили третье место. Задача была просто показать лучшее время команды на трассе. И первое место мы получили, соответственно, за сбитие наземной цели. Это были военные игры. Как же, снова так же в личном, снова в командном мы заняли первое место, сбив как можно скорее наземную цель. Есть дроны, рожденные летать, а есть, которые могут ползать. Вот такое несет на себя оборудование для связи в тех местах, где не работает никакой телефон. Мы уже строим систему, которая способна работать в реальных условиях, при частотных фазовых рассогласованиях, ну и так далее. Поэтому такие системы, помимо учебного процесса, они могут быть полезны там, где нет традиционной связи. В университете готовят специалистов, которые совмещают знания радистов и электронщиков. Сейчас в Россию просто не поставляют оборудование для вышек. Нужно делать свое. И не только 5G. Планы круче. Ребята будут работать в компании российской, которая будет производить оборудование сотовой связи. Соответственно, это будет четвертая в мире компания, которая таким оборудованием занимается. Такие есть только в Финляндии, Китае и в Швеции. У нас будет четвертая в мире. В эту приемную компанию открыли еще три направления. Это программы по мобильной связи, программы по Wi-Fi сопровождению и программы по программированию современного российского ПО. Основными отличиями является эта тесная взаимосвязь с индустриальными партнерами. В качестве индустриальных партнеров выбрали три ведущие компании, находящиеся на территории Российской Федерации. Индустриальные партнеры, по сути, уже сейчас набирают квалифицированных сотрудников, которые гарантированно получат хорошую работу, получив диплом. Сергей Толомачев, Борис Гладких, Александр Ведерников. Новости ОТС.